Малыш 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 Крещение является одним из семи таинств православной церкви. Оно, скажем так, самое первое, которым Церковь встречает приходящих к Богу людей. Крещение принимают не для того, чтобы не болеть, чтобы иметь жизненный успех, избавиться от неприятностей, но для того, чтобы иметь жизнь вечную в Боге. Именно об этом сегодня мы беседуем со священнослужителем Ахтубинской епархии Иереем Алексием Угаровым. Даже в последовательности православных праздников мы видим живую связь того, как человек приходит в эту жизнь и как он рождается для жизни духовной. Рождество Христово и впоследствии крещение, и точно такую же логическую последовательность проходит человек, который желает стать членом Церкви, желает соединиться с Богом и желает стать христианином. Точно в такой же последовательности человек приходит в этот мир. И крещение, по сути, это духовное рождение. И является одним из семи таинств, то есть фактически семи очень главных, самых важных оснований, в которых совершается жизнь Церкви, и в частности Русской Православной Церкви. Поскольку некоторые из таинств, которые имеются в Русской Православной Церкви, например, католичество не признает. То есть таинство Мира Помазания у них таинством не является. Есть вот некоторые особенности в конфессиональной. И, собственно, таинство крещения, это действительно рождение. Рождение в жизнь духовную, когда человек, как говорят многие святые отцы, совлекается ветхого человека. То есть совлекается вот того греховного естества, в котором мы рождаемся в эту жизнь. И, как, опять же, многие ссылаются на слова 50-го псалма Давидова, в агрессиях родимя Матимая. То есть греховная, по сути, природа человеческая, которая сопровождает человека вот с момента грехопадения прародителей наших Адама и Евы, она несет некую духовную генетику и всем нам. Независимо от того, в какое время мы родились, в каком мире, независимо от того, сколько времени спустя, вот с момента первого грехопадения, с момента грехопадения мы появились, все равно вот эта своего рода духовная генетика давлеет над нами. Первая и основная цель крещения человека – это как раз совлечение вот этого вот греховного состояния, отхождение вот от этой вот, скажем так, вредоносной духовной генетики, отхождение от греха и, как, опять же, в Таинстве Крещения говорится, отречение от сатаны, отречение от злых намерений человеческих, отречение от какого бы то ни было контакта, взаимодействия или даже там союза с самыми страшными силами, с которыми человеку приходится бороться всю свою жизнь. Вот, скажем так, основная мысль, основной вектор, ради чего человек желает креститься и приходит креститься. Человек желает креститься, но ведь многих крестят еще младенцами. Да, и крещение младенцев всегда и в раннехристианские времена и сейчас совершается по вере родителей и восприемников. То есть, родители и восприемники, то есть крестные, берут на себя ответственность за крещаемого младенца в том, что они будут достойно подготавливать его к дальнейшей жизни, в первую очередь, духовной, к тому, чтобы этот человек, возрастая, становился настоящим христианином. То есть, фактически, это действительно большой ответственный шаг, в первую очередь, как раз со стороны родителей. Но, опять же, никто не говорит о том, что крещение младенцев – это вот такой краеугольный камень, от которого мы должны отходить или отказываться. Здесь бывают разнотолки различной конфессии, скажем так, ответвлений от православной церкви, вообще от христианства, как, например, баптийские, евангелистские толки, говорят о том, что детей крестить не нужно. И здесь, ну, такой замечательный пример, когда, будучи родителями, мы сами, например, берем на себя ответственность вообще в целом воспитывать ребенка. Мы отдаем его в школу, мы учим его пользоваться какими-то элементарными предметами быта, и ни в коем случае не говорим о том, что вот ему станет 14 или 18 лет, и тогда он этому научится. И будет действительно страшно, когда он достигнет 18-летия, мы скажем, вот ложка или вот тебе шнурки, научись пользоваться. Мы же берем на себя ответственность этому научить наших детей. Мы берем на себя ответственность, когда учим детей или в школе выбираем за них предмет иностранного языка – английский, французский или немецкий. Опять же, берем мы на себя эту ответственность. То тем более мы должны брать на себя ответственность за духовное воспитание детей. И здесь роль родителей действительно велика. В Ветхом Завете, как знак союза человека с Богом, над восьмидневными младенцами совершалось обрезание. И вот крещение впоследствии многие святые отцы так и называют духовным обрезанием. Вот как раз вот эта живая связь Ветхого и Нового Завета, она и проявляется в Таинстве Крещения. Поэтому достаточно веские и основательные доводы в пользу того, что крестить младенцев не только можно, но и нужно. Ну, кстати, вот о старшем возрасте. Бывают люди, что им уже 60-70 лет, они и готовы покреститься, но переживают по этому поводу, думают, что а как посмотрят на это другие? Может быть, уже и не надо, хотя вот где-то внутри желание, видимо, есть. Ну, во-первых, мы должны помнить, что чем я старше, тем, скажем так, пример или какое-то мое слово, оно уважительно воспринимается в рядах младшего поколения. И, соответственно, покрестившись в старшем или в зрелом возрасте, я даю повод задуматься о своей жизни всем своим, даже, может быть, современникам, опять же, некрещенным или так же, как и я, рассуждающим. Поэтому здесь, наоборот, нужно, опять же, стремиться к тому, чтобы задуматься и решиться на этот шаг как можно раньше. Бытовало такое мнение, что вот, дескать, доживу там до 80-90 и тогда покрещусь, потому что вот все грехи смываются, пожить подольше, вот, скажем так, в таких бытовых наслаждениях, в каких-то, может быть, порой даже и более гнусных похотях, и потом уже покрещусь. Но, к сожалению, бывает так, и это очень часто бывает, что люди как раз до этого сознательного и ответственного момента не доживают. К сожалению. Случаются такие обстоятельства, когда человек не успевает покреститься. И бывает даже так, вот, к сожалению, я уже в своей практике, хоть я и недавно только стал священником, я тоже столкнулся в своей практике, когда приходят дети или вдовы людей, которые только что умерли, и со слезами на глазах просят молитв или отпевания. И здесь встает вопрос о том, что человек, оказывается, был не крещен. И для священника это на самом деле такой проблемный вопрос, потому что если человек до вот такого сознательного возраста прожил, не крестился, отпевать его или не отпевать, это тоже огромная ответственность. Почему? Потому что, может быть, это его была сознательная воля. Может быть, он не хотел быть с Богом, а я буду молиться о том, чтобы вот он, он воссоединился с ним. Может быть, это было его сознательное противление, просто он своим близким об этом не говорил. Поэтому, кстати, вот, хотелось бы обратиться к тем, кто нас будет смотреть, почаще общаться и со своими родными и близкими о том, насколько вот они близко и живо относятся вообще к Богу, если они тем более не крещены. Потому что наступает такой момент, когда человек не может даже ответить, хочет он креститься или нет. И вот этот вопрос нужно решать. Нужно решать сейчас, чтобы потом вот так не было мучительно больно. Таинство крещения, как правило, да, в церкви совершает священник-епископ. То есть те, кто, скажем так, облечен какой-то властью для того, чтобы совершать это таинство. Но, кстати, крещение может совершить и мирянин, то есть простой человек. Когда случаются какие-либо экстремальные обстоятельства и возможности найти священника, нет вообще. Известный случай, когда люди крестились во время, например, кораблекрушения или какого-то стихийного бедствия, когда рядом стоящий человек с призыванием имени Божьего, крещальной формулы так называемой, совершал крещение. И таких случаев немало. Я даже знаю вот на своей практике, у нас есть священник, который в детстве сам покрестил мальчика, который фактически погибал. И вот вследствие крещения, сохранившись от той беды, стал православным человеком. Поэтому таинство это может совершить и мирянин. Но, опять же говорю, только в случае какой-то острой экстремальной ситуации. Бывали случаи, опять же, из истории известны такие случаи, но это уникальный, опять же, исключение только подтверждает правило, когда крещение происходило в пустыне и человека крестили не водой, а посыпая его песком. Поэтому желание, искреннее желание человека креститься и быть с Богом, оно всегда только приветствуется. И возможностей к совершению этого таинства их всегда множество. Если мы говорим о крестных, кто может быть крестным, а кто не может быть? Крестным может быть человек зрелого возраста, то есть достигшего совершеннолетия, которое осознанно к этому подходит. И в идеале, конечно, человек, который пребывает в луне церкви, который ведет определенную духовную жизнь и действительно сам может чему-то научить крестника. То есть сам быть примером вот именно духовной жизни, которую, в принципе, мы и призываем человека после его крещения. Крестными не могут быть монашествующие, то есть те, кто принял монашество, лица, состоящие в браке, то есть в отношении одного, да, между собой, в отношении одного ребенка. И, кстати, те, кто стал крестными в отношении этого ребенка, впоследствии не могут заключать брак. То есть вот именно в этом плане людям нужно быть, ну, действительно строго и достаточно осознанно подходить к выбору крестных. И самим крестным, прежде всего, нужно достаточно подготовиться, осознавать всю дальнейшую последовательность своих действий в отношении крестного и своих взаимоотношений, скажем так, уже духовного родства с родителями, с крестным, духовного родства кумовства, как у нас в России говорят. Самое главное, чтобы они были одной верой с крещаемым. Естественно, люди, которые вообще не принадлежат к православию или являются неверующими, это, естественно, препятствие для того, чтобы стать восприемником. Родители в отношении своего ребенка также не могут быть крестными. Опять же, конечно, ситуации бывают разными, да, и, как мы говорим, в экстремальной, какой-то действительно опасной, сложной ситуации даже матери крестили своих детей, страха ради смертного, как говорится по-церковнославянски. То есть, во времена Великой Отечественной войны, во времена советских гонений на русскую православную церковь случалось так, что в радиусе 200 километров не оказывалось ни одного священника, и поэтому крестили местные бабушки, родители своих детей. Поэтому, ну, это, скажем так, воспринималось как действенное и настоящее крещение, но в связи вот со сложившими обстоятельствами. Но ни в коем случае никто не говорит о том, что нам вот на современном этапе нужно переходить к такой практике самим. Порой люди задумываются о повторном крещении. Это когда, допустим, они были маленькими, потеряли родители и не знают, крестили их в свое время родители или нет. Возможно, да. Можно ли тогда вот уже, когда они уже стали взрослыми, пройти таинство крещения? Вообще, крещение, как сказано в символе веры, это основной догмат православной церкви, вера воедино крещение в оставлении грехов. То есть, крещение признается одно, повторных крещений вообще в целом в христианстве не принимается. Но случается так, что действительно, бывает так, люди не помнят, крестили их или нет. И вот здесь, конечно, в первую очередь вопрос ответственности самого священника. Да, ну, действительно, приходится крестить, поскольку человек не знает, не помнит. И вопрос оставить его вне лона православной церкви, ну, это большая опасность. Будет терзаться сомнений. Да, здесь большая опасность, тогда лучше, конечно, крестить. Но, а если, как говорят, опять же, некоторые толки конфессиональные, околохристианские, когда не признают детское крещение и советуют креститься там во взрослом возрасте, здесь православная церковь, конечно, негативно относится вот к таким проявлениям. Вторым Вселенским Собором было признано, что таковое таинство должно совершаться единожды. Поскольку человек один раз рождается в эту жизнь, он повторно не может вселиться в утробу матери, как говорил Никодим, фарисей. Вот в Евангелии как раз его диалог со Спасителем часто приводится. И так же и таинство крещения человек совершает его единожды, рождается в духовную жизнь единожды. Поэтому никаких повторных крещений или дополнительных около крещальных таинств или обрядов совершаться над человеком не должно. Креститься можно в любой день. Абсолютно никаких препятствий канонических, чтобы сегодня крестить нельзя или перенесем, потому что какое-то таинство. Нет, это действительно рождение, рождение духовного человека, рождение в новую жизнь, в совершенную жизнь в Боге, жизнь в лоне церкви. Поэтому человек же тоже не выбирает, когда ему родиться. Точно так же и здесь. Родиться можно в любой день. Очень часто случается так, что крещение происходит именно в самые такие переломные моменты, и никто никогда не выбирает, в какой день церковного празднования или своей личной жизни совершится это событие. По распоряжению епархиального архиерея есть, скажем так, традиционные дни, в которые совершается крещение, наиболее удобные по взаимной договоренности священника и тех, кто хотят покреститься. Есть определенные дни, установленные. Но опять же, какой-то жесткой регламентации, что вот в этот день, в понедельник мы крестить ни в коем случае не будем, такого нет. Как и в ранние христианские времена, для того, чтобы человеку креститься, необходимо пройти оглашение. Сейчас эта тема достаточно часто обсуждается, поскольку вот мы в Ахтубинске тоже с этим столкнулись впервые. В 90-е годы, в советские годы эта практика была утрачена абсолютно. Полгода назад решением архиерейского собора и постановлением святейшего патриарха московского и всей Руси Кирилла было рекомендовано совершать оглашение. Что это такое? Это подготовительные беседы, объясняющие саму суть крещения, объясняющие основы православия и вообще жизни человека как христианина и раскрывающие вот такие вот основы жизни духовной. В разных епархиях, в разных храмах это количество бесед разнится. Вот так, например, в Ташкентской епархии таких бесед нужно прослушать аж 12. И я могу сказать так, что не все люди выдерживают. Прежде чем не подойти к этому таинству, нужно сознательно так вот ходить, готовиться, иногда даже отвечать на какие-то, может быть, даже и каверзные вопросы. В нашей епархии сейчас проводятся две огласительные беседы. Это в среду и в субботу люди приходят вот сюда в храм, священник с ним беседует, объясняет, что им нужно будет вообще, в принципе, делать на таинстве крещения, выучить символ веры как основной догмат христианина, согласно которому он должен, в принципе, придерживаться и объясняет ему какие-то основные евангельские моменты, чтение Евангелия. То есть вот такие установки, основания, на которых человек будет зиждить всю свою остальную духовную жизнь и пребывание в лоне церкви. Я могу сказать, что даже эти две беседы вызывают некое такое противление. Людям очень тяжело готовиться, поскольку в последнее время к таинству крещения такое отношение некое обрядовое. И никто не задумывается вот о самой сути, о той проблематике, с которой потом человек сталкивается, живя вот духовно, настоящей жизнью. Поэтому вот приходится разъяснять. Порой некоторые отцы рассказывают, по пять часов сидят вот здесь, вот как раз в этом помещении, объясняют, для чего это, насколько это важно, как потом быть родителем и крестным, какие обязанности они должны иметь перед крещаемым. Какие обязанности? В первую очередь, это, естественно, духовное воспитание, от которого, кстати, не устраняются родители, как бытовало мнение, что крестный нужен только для того, что вот если родители умрут, то я заберу тебя к себе. Во-первых, крестный, он должен сам быть примером, примером для своего крестника. Это не просто приходить и на день рождения или какие-то праздники дарить подарки, а вообще в целом быть участником духовной жизни, скажем так, духовной практики. В чем заключается духовная практика православного человека? Это, естественно, участие в богослужениях. В первую очередь, участие в самом главном богослужении православного человека – это в литургии, причастии, воспитании и научении его каким-то вот духовным основам. И от этого ни в коем случае не устраняется у родителей, они как раз в первую очередь должны об этом думать. И, естественно, на втором плане уже уходят восприемники, которые основной задачей и должны видеть вот такую духовную подготовку взрослого осознанного христианина. Когда он уже подрастает, он уже должен выйти во взрослую жизнь настоящим христианином. По сути, это основная цель крестных. По словам апостола Иоанна, таинство миропомазания – это сообщение благодати Святаго Духа, которое раньше преподавалось в основном в таинстве рукоположения. И лишь впоследствии его стали заменять таинство миропомазания с определенной формулой. При помазании человеку дается благодать Святаго Духа, укрепляющая и помогающая для осуществления дальнейшей духовной жизни – печать дара Духа Святаго. То есть этим действительно запечатлевается союз человека с Богом. Когда фактически человек становится, человеческий организм, единым богочеловеческим организмом. То есть здесь мы фактически возвращаемся вот к тому первобытному состоянию, в котором пребывали наши прародители. И к которому мы должны, в принципе, всю жизнь стремиться. Вот к этой святости. Святость – это не просто какое-то фантастическое приобретение. Это приобретение вот того первобытного состояния. Пребывание человека в Боге. Вот к этому человек и призывается, и к этому человек и стремится. И вот как раз крещение и дальнейшее таинство миропомазания – это вот ступени, с которой начинается, в принципе, духовная жизнь, с которой начинается вот то стремление к обожжению. Как говорят святые отцы, обожжение – это вот приобретение в себе Бога. То есть вот именно того первоначального состояния, которого мы лишились. И поэтому, кстати, вот хотелось бы заметить, когда мы очень часто говорим слово «обожаю» в отношении каких-то вещей, то фактически мы эти вещи боготворим. Корень – Бог и обожжение. И мы очень часто применяем, к сожалению, это слово совсем не к месту. В этом плане нам нужно быть очень аккуратными и в произнесении даже каких-то вот порой даже, как нам кажется, праздных слов. Издавна крестные мать и отец в день святого крещения дарят своему крестнику подарки. Вот какими они могут быть? Ну, естественно, согласно благочестивой традиции, крестные приобретают то, что будет необходимо на самом крещении. Это нательный крестик, который является тем, скажем так, образующим моментом в жизни каждого человека. В любой сложной, самой трудной, самой опасной ситуации, глядя на крест, на орудие нашей победы над смертью, над дьяволом, может больше не думать о никаких проблемах вообще. То есть крест – как зримый образ нашей победы, который должен всегда присутствовать с человеком. Крещальное облачение – это также один из элементов, которые могут принести в подарок и вообще в целом для совершения крещения восприемники. Если собираются дарить действительно какой-то подарок, то часто вот и выбирают крестик, но, к сожалению, для младенцев очень часто сразу покупают золотые, увесистые, тяжелые кресты. Ну, во-первых, это непрактично, поскольку малыши могут сразу на себе ее порвать, и некоторые даже очень часто царапаются или сильно режутся. Поэтому обычную веревочку и какой-то легкий, простой крестик. С возрастанием потом, наверное, на день рождения или вот действительно в день ангела можно будет подарить уже действительно более существенные украшения. Украшения? Ну, я имею в виду цепочку. Крест ни в коем случае, кстати, да, правильно, поправка, ни в коем случае сам крест не нужно воспринимать как какое-то украшение, амулет или просто атрибут. Крест имеет действительно очень важную, глубокую, не то что символику, а живое, действенное значение в жизни православного христианина и вообще христианина. И поэтому ни в коем случае какие-то похожие на него изображения не рекомендованы. Какие-то иконочки. В крещении, само слово, корень, крест, здесь должен быть присутствовать только крест. Настоящим хорошим подарком будет Библия для детей, видимо, но в более доступном изложении. Да, сейчас множество самой-самой разной литературы, которая адаптирована уже для детского возраста, и здесь самые разные вариации. И Библия в картинках. И сейчас даже очень много дается детской литературы, детских притч, детских сказок, основанных на житиях святых. И, между прочим, очень много такой вот дидактической, методической литературы разработано, благодаря которым происходит, в принципе, воспитание ребенка. Вот чтение в детском изложении Библии на ночь детям. И многие родители православные, кто воспитывает детей уже вот в таких православных традициях, отмечают, что действительно ребенок разительно отличается от своих сверстников. И вот это какая-то внутренняя устроенность, внутреннее представление ребенка о серьезности своей жизни, о том, что он не просто так здесь находится, о том, что ребенок начинает задумываться о смысле жизни, и для чего он вообще живет, и что он должен сделать для того, чтобы быть настоящим человеком. Вот как раз приводится, вот очень замечательно приводится пример в современной детской православной литературе, которую можно в любой лавке найти и спросить. Поэтому вот это действительно замечательные подарки. Естественно, хорошим подарком будет икона того святого, в честь которого нарекают вновь крещаемого младенца. Опять же, вот многие святы отмечают, что крещение – это как раз и есть возрождение. Субтитры создавал DimaTorzok